Город мой, ярко и красиво Песни и стихи о родном Сочи в этот день звучали на улице Несебрской. Приморская ротонда превратилась в литературный балкон, где любители лирики могли поздравить с любимым городом с праздником. А вот зажигательная музыка наполнила сквер у Морпорта. Черешневый сад стал большой детской площадкой. Юные сочинцы сооружали из кубиков здания, рисовали картины и принимали участие в оздоровительной зарядке. Здесь же работала палатка Центра медпрофилактики, где уже взрослые люди могли проконсультироваться у специалистов, проверить свое давление и пройти ЭКГ. Каждую точку активности посетил и Анатолий Пахомов, глава города, поздравлял всех горожан и отметил успешное завершение курортного сезона и что преобразования в Сочи будут продолжены, как и решение первоочередных задач. У нас впереди по разным сферам много задач. В первую очередь это и социальные вопросы, которые мы вроде бы каждый год решаем и много делаем, но тем не менее предстоит еще и дальше продолжать переселение из ветка аварийного фонда. И нам надо продолжить строить детские дошкольные учреждения. И мы уже приступили, уже детский сад один строим, другой начнем строить. Мы уже начали строить школу в Верхней Беранде, но нам предстоит еще четыре новых школы начать строить в начале 2017 года. Продолжать развиваться на курорте будет и спорт. Ко дню города на Новогинской открылась воркаут-площадка. Пока одни показывали трюки на турниках, по соседству проходили рыцарские бои. Также мэр Сочи поздравил сочинцев, внесших большой вклад в организацию проведения Олимпийских игр. Анатолий Пахомов вручил им грамоты и памятные медали за подписью президента. Разнообразные точки активности были организованы на площади у городской администрации. Выставки, музыкальные конкурсы, веревочный парк, разные спортивные мероприятия. Прошел и концерт с участием городского сводного хора. Сочи очень хороший город. Это и в климате заключается, это заключается абсолютно во всем. Здесь очень доброжелательные люди. Здесь город просто полон красок. Мы когда выходим в город, это просто вызывает огромный восторг, потому что да, ну как это может не вызывать улыбки. Красоту города и масштаб праздника отмечали не только сочинцы, но и гости курорта. Очень рады, что хорошая погода. И мэра встретили, что он ходит вместе с людьми, они передвигаются отдельно на машине. И город очень чистый и всегда очень прекрасно воспринимаются все мероприятия здесь. Поэтому спасибо вам. Смотрим, что народу очень много вот на этой площади, шикарно, очень красиво. Я думаю, что люди очень рады побывать во многих точках и все довольны, я считаю. Ну а сегодня официальная дата праздника – 21 ноября. Она совпадает с днем Михаила Архангела, который считается покровителем курорта. Поэтому с утра в храме, названном в честь этого святого, прошло торжественное богослужение, а после – крестный ход. А на площади искусств сегодня появилась еще одна достопримечательность. Ее открыли мэр курорта Анатолий Пахомов, олимпийский чемпион Алексей Воевода и депутат Госдумы Константин Затулин. В этом году Сочи принял девятые всемирные хоровые игры, которые, по оценке экспертов, были признаны лучшими за всю историю проведения этого мероприятия. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.